Я хотел бы сегодня представить некоторые case study, на примере которого, мне думается, можно наблюдать один из, ну не побоюсь этого слова, пороков современной стереографии. И хотя я буду говорить об английской школе, вероятно, коллеги смогут отыскать подобные случаи в собственных областях, да, в общем, и не только в медиавистике. В своей диссертации я исследую англо-скандинавскую светскую элиту X-XI веков, людей, которых в источниках называют Thane, по-русски я буду произносить Ten. Но в докладе я сосредоточусь более узко на английском нобилитете XI века до нормандского завоевания, то есть до 1066 года. О нем мы знаем благодаря замечательному статистическому источнику, сегодня известному как Книга Страшного Суда. Эта уникальная подземельная опись была проведена через 20 лет после завоевания, и ее составители указали все английские поместья, хозяев и ресурсы на 1086 и 1066 годы, разумеется, с некоторыми интерполяциями. Таким образом, подсчитано, что на момент завоевания в Англии было примерно 4500 светских землевладельцев лордов ниже уровня Эрла. Напомню, что Эрл в то время – это одновременно королевский наместник в провинции и член высшей аристократии, узкой группой из четырех семейств, общей численностью в разное время примерно в 50 человек. Слой же не титулованный знати был весьма неоднороден. На одном конце мы видим людей по имущественному отношению мало отличающихся от крестьян, а на другом – мало отличающихся от тех же эрлов. Иногда их всех общо называют тенами, что строго говорят допущение, но это несущественно. Существенно же, что в историографии я встретил как минимум две попытки выделить в этой среде верхушку для дальнейшего изучения. Одна принадлежит полю конституционной истории. В 1920 году вышла статья Рейчел Рид, в которой автор исследовала средневековое сословие английских баронов. Упрощая, вывод Рид следующий. Барон – это, по сути, королевский чиновник, отличительной чертой должности которого является передача по наследству и наличие некоторых юридических прав, главные из которых описываются английским мнемоническим выражением «sake and soak». Именно такую характеристику мы найдем в двух трактатах рубежа XII и XIII веков. Названия вы можете видеть на экране, если они читаются, конечно. Ну, если кто знает имя Глан Вилл, то вот это первое произведение, «Tractatus De Legibus et Constitutinibus Regni Anglia» – это его работы. Оговорюсь, что не являясь специалистом по английскому высокому средневековью, я все же скептически отношусь к этому заключению в силу обращения с источниками. Рид привлекает их максимально широко, географически от Нормандии до Шотландии, и хронологически от XI до XIX века. Но далее авторы находят предшественников средневековых баронах в англосаксонских королевских тенах. Дело в том, что в нормандскую эпоху было создано несколько латинских и старофранцузских юридических сочинений разного объема и качества. Вы видите их современные названия на экране, я надеюсь, что-то читается при таком маленьком разрешении. У каждого из них сложные стемы, датировки и взаимоотношения между собой, но все они так или иначе использовали в качестве материала англосаксонские судебники. Беда лишь в том, что мы крайне мало знаем об их контексте. Можно лишь точно сказать, что ни один из этих трактатов не был официальным законодательством, даже так называемые «Legis Henrici Primi», которые я по ошибке в тезисах назвал королевскими законами. Об их целях, аудитории и реальном соотношении с практикой мы можем только спекулировать. В одном из таких сочинений около 1150 года «Legis Wilhelmi», то есть «Законы Вильгельма Завоевателя», для перевода английского выражения «Королевский тен» из «Законов короля Кнута» 1920-х годов используется латинская «Baro» и французская «Bahome». Ну, я полагаю, что вы можете видеть, опять же, только выделение красным цветом. Это латинский вариант, это старофранцузский вариант, а это английский оригинал. Боюсь, что нам это сейчас не очень поможет. Учитывая, что в упомянутых «Legis Henritsa Primi» за баронами упомянуты права «Sake and Soak», вот они здесь, а также встречается выражение «Baro well tainus», Рид заключает, что нормандский автор правильно определил общие черты статуса барона и тена. Увы, это заключение не выдерживает непредвзятой критики. В XII веке объективно не был выработан латинский словарь для перевода англосаксонских юридических терминов, и каждый текст обращался с ними по-своему. Чтобы далеко не ходить за примерами, взглянем на передачу того же выражения «Королевский тен» из упомянутого пассажа законов короля Кнута. Немножко подвисли мы. Ну, пожалуйста. Ага, да. «Leis Wilhelmi», как уже сказано, дает «Baro» или «Baroom». «Quadripartitus» и «Legis Henritsa Primi», написанные одним и тем же автором, используют латинскую транслитерацию «Tainus Regis». Два современных им относительно вольных перевода законов Кнута, «Консиляцию Кнути» и «Института Кнути» предлагают, соответственно, «Vir Regis» и «Liber Homo Quiconsitudinis Suis Habit». Если взглянуть шире и включить XI век, то ситуация еще сложнее. Так, примерно в половине графств книги «Страшного суда» дается список неких «Taini Regis», которые на поверку оказываются мелкими министериалами, а не какими-нибудь баронами. В латинских указах Вильгельма Завоевателя в приветственной формуле английскому выражению «все свои тены» может соответствовать целый набор латинских эквивалентов, куда войдут и транслитерации, и паронес, и фиделес, и оптиматес, и министри. Справедливости ради отмечу, что Рид обо всем этом известно, но она видит здесь лишь языковую трансформацию, когда термин «Tain» постепенно заменялся на барон. Но из всего сказанного лишь следует, что нормандские авторы XII века среди вариантов перевода словосочетания «королевский тен» использовали и барон тоже. В крайнем случае мы можем утверждать, что нормандские юлисты думали, что современные бароны и королевские тены на столетия раньше – это одно и то же. На самом же деле предположение, что королевские тены обладали правами «Sake and Soak» – это проекция интерпретации сочинений XII века. Не могу также не заметить, что ни один из авторов не реконструируется как носитель английского языка. Для всех из них реконструируется старо-французский как родной. Более того, протограф Лейс Велельме должен был быть изначально написан на старо-французском, а сам источник в силу своего содержания характеризуется историком Патриком Уормальдом, ныне, к сожалению, покойным, как интеллектуальное упражнение. Казалось бы, при такой компилитивной методологии работа Рид должна была просто остаться эпизодом мастериографии, однако на нее ссылались вплоть до конца XX века, а опосредованно и до сих пор. В 1989 году историк Дэвид Рофф, наш с вами современник, опубликовал статью с похожим названием, в которой он дополнил идею Рид своим анализом текстологии книги Страшного Суда. Рофф справедливо указывает, что накануне завоевания существовали разные степени контроля над землей, но далее он принимает как данность, что права сейкен-соук должны были отражать максимальный контроль над поместьем. Следовательно, это выражение должно быть синонимично термину «бокленд», а «боклендом» в поздний англосаксонский период называли тип владения землей наиболее приближенный к частной собственности в нашем понимании. А поскольку, как якобы установил Рид, права сейкен-соук даровались королевским тенам, то по Роффу получается трио из взаимодополняющих и взаимозаменяемых понятий. Имущественные права бокленда, юридические права сейкен-соук и социальные права королевского тена. А главный вывод статьи – средневековые баронии выросли из объединения мелких англосаксонских боклендов более крупной единицы. Однако институционально права бокленда и права позднейшей баронии были одним и тем же. Как и в случае с аргументацией Рид, идея Роффа оказывается в сложно выстроенной конструкции из взаимозависящих доказательств. Именно так ее охарактеризовал один из критиков Стивен Бакстер. Например, Рофф игнорирует тот факт, что в XI веке короли жаловали своим приближенным земли не только как бокленды. В качестве примера приведу карту сотни Брамтон, это в графстве Оксфордшир, опубликованной в статье Бахстера и Блэра. Карта составлена по материалам книги Страшного Суда. Сплошным цветом, вот здесь, обозначен королевский домен. Косым штрихом, это на востоке, будут обозначены земли баклендов. Вертикальным и горизонтальным штрихом, вот здесь, будут обозначены поместья, которые принадлежат должности Эрла. А точками, это вот здесь, обозначены держания министериалов. Соответственно, несколько участков земли невозможно идентифицировать в силу недостаточного количества информации. Как вы видите, бакленды здесь составляют не более одной четверти. Конечно, это всего лишь один пример, потому что всего сотен, сотней в Англии в тот момент было около 300. Мы не можем, к сожалению, исследовать каждого, но в принципе он показателен. Более того, ни из одного источника до завоевания мы не знаем, чтобы права Second Soak были как-то связаны с баклендом. Идея Роффа, что составители книги Страшного Суда придумали специальные формулы, чтобы отличать именно земли, входившие в бакленд, выступают бритве Акама. Так, формула X-Tenuit можно только заключить, что держатель не мог отчуждать землю по собственному усмотрению. Но что эта земля обязательно была частью Букленда, не более чем допущение. Наконец, ассоциация прав Second Soak со статусом королевского Тенна – это вывод Рид, а он, как я старался показать, надуман. В этом смысле я присоединяюсь к осмотрительному выводу профессора Джона Хадзена. Да, позднейшие свидетельства заставляют думать, что права Second Soak могли вырастать из статуса, а не из пожалования. Но это не очевидно для англосаксонского периода. Не прибегая к интерполяциям, крайне сложно показать, что все королевские Тенны имели права Second Soak, что те королевские Тенны, которые ими обладали, обладали ими постольку, поскольку были именно Тенами короля, и что только королевские, а не какие-то еще Тенны имели права Second Soak. Хадзен, на мой взгляд, делает совершенно точный вывод. Скорее всего, большое число Теннов короля были важными людьми и богатыми землевладельцами, и часто могли владеть правами Second Soak. Но не более того. Вторая попытка выделить верхний слой знати относится к аграрной истории. Еще... О, простите, а у нас опять компьютер несколько задумался. А нам еще раз нажать? Нет-нет, он думает. Еще в 1874 году Уильям Стабс обратил внимание на несколько упоминаний сорока гайд земли, как вроде бы отличительного маркера социального статуса. Я уточню, что гайда в тот момент – это условные фискальные единицы для оценки ресурсов конкретного поместья. Стабс, впрочем, ограничился только перечислением источников и некоторыми общими размышлениями в одной из сносок. Но 120 лет спустя его идею развил Питер Кларк, опять же наш современник, выпустивший в 1994 году замечательное, в данном случае я говорю без иронии, исследование английского нобилитета накануне нормандского завоевания. В нем его интересует высший слой нетитулованной знати, которую он реконструирует по книге Страшного Суда. И в качестве критерия Кларк берет предложенный Стабсом 40 гайд как нижнюю границу этого слоя. Технически Кларк оперирует не гайдами, а фунтами серебра, как условной стоимостью поместья, но я эти детали опущу. При внимательном прочтении оказывается, что это число, как и в случае с баронами, взято из нормандского источника. Это так называемая книга Илли, Либер Элиенсис, рассказывающая историю об адство Илли в графстве Кембриджер с 7 по конец 12 века. На экране вы видите обложку современного перевода книги Илли. В ней мы находим два намека на 40 гайд, как возможный социальный маркер. В одном случае, после смерти короля Эдгара в 975 году, сыновья наместника Восточной Англии, Этельстана полукороля, отняли у монастыря имение, оцененное в 40 гайд, под тем предлогом, что их отец обменял его на некоторую наследственную землю в графстве Девеншир. По латыни оно названо «патримониум». Другой случай относится к середине 11 века. Тогдашний аббат подыскал для своего брата невесту дочь некого могущественного человека. Но тот, хотя и будучи благородным, сказанного про него Нобелес, не имел 40 гайд и не мог быть причислен к знать. В источнике она называется словом «процерос». Можно перевести как «лучшие люди» или «как знать». И девушка ему отказала. Из этих сообщений Кларк сделал вывод, что объективно существовала некая высшая страта землевладельцев, входным билетом в которую было наличие у лорда 40 гайд земли. И более того, что эта группа на законодательном уровне отличалась внутренней эндогамией, то есть заключала браки только со своими членами. Дополнительное подтверждение. Кларк и Стабс увидели в упомянутых законах короля Кнута. В той же статье, где встречаются королевские тены, о чем я рассказывал выше, записана норма, согласно которой перед смертью Эрл должен передать королю вооружение для 8 человек, так называемый Херриот. По-латыни он называется Реливиум, и эта практика известна на континенте. В Англии она просуществует, по-моему, века до 13-го, если я не ошибаюсь. Но это сейчас неважно. А поскольку есть несколько расплывчатых упоминаний, что один человек отправлялся в войско от 5 гайд, то Эрл, стало бы, должен был владеть 40 гайдами, потому что 5 и 8 будет 40. На деле же мы видим две вполне частные истории. В одном случае богатая семья отказала потенциальному жениху по чисто имущественным соображениям. Ни о каких запретах браков с ниже стоящими в книге или речь не идет. Вдруг вы видели оригиналы, там она просто ему отказала. Там нету слов запретили или что-нибудь в таком духе. В другом же случае перед нами рациональное поведение. Основная вотчина наместника Восточной Англии расположена на востоке страны. И он обменивает удаленный патримониум на аналогичное поместье ближе к своим землям. Давайте взглянем на карту. Эта карта чуть более позднего периода. К тому моменту Этельстан полукороль уже умер. Но это на самом деле несущественно. Вот это провинция Восточная Англия. Вот здесь должно быть расположено аббатство Ильи. Вот здесь расположено графство Хартфордшир, то самое поместье, которое у него отняли. А вот здесь расположено графство Девоншир. То есть вполне логично, что если этот факт вообще имел место быть, то Этельстан полукороль мог просто пожелать обменять очень удаленное поместье на похожее где-то поблизости. Учитывая, что гайда была удобной конвертируемой единицей, поскольку она не была привязана ни к плодородию почвы, ни к объему леса, который есть в поместье. Это условные фискальные единицы. Она может варьироваться от 30 до 120 акров. Поэтому очень удобно было считать. Опять же, в источнике нет никаких указаний или намеков, чтобы обмененные 40 гайд земли каким-то образом отличали от Этельстана. И это число вообще могло быть простым совпадением. Более того, я снова призываю, обратив внимание на происхождение этих сообщений. Книга Илли составлена в конце XII века. Описанные события должны были происходить за 130 или даже 200 лет до того. И никакие независимые источники о них не сообщают. Даже если автор верно изложил факты, мы находимся всецело во власти его интерпретации. А что же касается уплаты Эрловым королю вооружений для восьми человек, упомянутой Хериот, то это очень сомнительное доказательство Тейлиса Кларка. Во-первых, сама квота «Один человек от пяти гайд» достоверно зафиксирована только в книге Страшного суда, только для графства Бергшир, это центральная Англия, или, скажем так, центральная южная часть Англии, территория на границе между Уэссексом и Мерсией. Во-вторых, эта поставка оружия была признанием верховенства короля, а численность же отряда определялась размером поместья, а не статусом его владельца. Из книги Страшного суда мы знаем, что большинство Эрлов были гораздо богаче. Наконец, в-третьих, в источники этого вооружения королю поставляют именно Эрл. И Кларку приходится допускать, что Эрлом в законных кнутах назывались не те люди, которых мы знаем по грамотам, нарративным памятникам и той же книге Страшного суда. Опять-таки, такая аргументация уступает Блитве Акама. По большому счету, Кларк мог выбрать 40 гайд или любое другое число совершенно произвольно. Содержательно, это никак бы не отразилось на качестве его исследования. Но привязка книги Илии и к законам кнута, мне кажется, была неудачной. Итак, какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? У вашего покорного слуги нет никаких сомнений в том, что де-факто накануне нормандского завоевания в Англии существовала некая высшая страта светской элиты. Тот же Кларк ее прекрасно реконструирует по книге Страшного суда. Это, по сути, бухгалтерская отчетность. Мы видим богатых людей. Более того, вероятно, социально и функционально она более или менее сопоставима с нормандской знатью, которую мы сегодня называем баронами. Хотя в источниках, как вы видели, царит терминологический разнобой. Однако в силу продемонстрированной высшей методологии попытки найти какие-то юридически очерченные границы этой группы, будь то право Сейкен-Соук, Индагамии или особенный Херриот, выглядят умозрительными, упрощая объективно для функционирования социальной элиты вовсе не обязательно ясно очерченное правовое регулирование. И закольцовывая свой доклад, я приведу три цитаты и вернусь к началу. Почему эти попытки умозрительны и о каком же пороке современной историографии я говорил? На мой взгляд, подобное желание найти ясные границы или критерии для некоторой социальной группы это непроизвольное порождение современного мышления. Пожалуй, с эпохи просвещения мы живем с энциклопедическим взглядом на мир, когда каждое явление должно иметь четкое определение. Это тем более очевидно в свете отрывочных и разноречивых источников. Или, как сказал по этому поводу в своей последней монографии наш коллега Леонид Алаев, трудно бороться с неистребимой жаждой порядка и единообразия закономерностей. И в этом смысле кажется очень показательное замечание Рэйчел Рид, когда она говорит о гетерогенности тенов как класса. Цитата. Неизбежно необходимо как-то различать людей, столь удаленных друг от друга в статусе и власти. Крупных тенов, правивших целыми округами, и скромных тенов, отправлявшихся в войско короля или по его поручениям, и помогавших пахать его землю и жать урожай. Лично я вижу в подобных словах отражение представления об английском обществе 20 века, где относительно четко выделяются высшие и низшие классы. Как следствие, порой мы невольно навязываем наше мировоззрение людям прошлого. Конечно, научно описывая исторические реалии, мы не можем и не должны избегать современной терминологии и методологии. Однако, завершая, я закончу традиционным отфонтес и призывом не искать в источниках того, чего в них объективно нет. Потому что очень сложно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Поэтому отфонтес, господа, отфонтес. И на этом я завершаю свой доклад. Я благодарю вас за внимание. Если вас заинтересовала эта тема, вы можете найти очень-очень избранную библиографию здесь и также связаться со мной по координатам, которые даны выше. Благодарю вас. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Много всяких соображений, историографических, методологических, отфонтесных. Пожалуйста, есть ли вопросы? Просто у меня есть, но моя вопрос всегда последний. Пока не вижу, может быть, кто-то говорит, что у меня вопросы. По поводу баронов. Вот здесь мне показалось, что есть некая мастер-поха. Потому что мы знаем, что в общем-то слово «барон» обозначает вообще слугу. Ну, я не видел такой интерпретации. По крайней мере, на континенте, во франкском обществе, да, барон, он не обязательно, он не обязательно даже не глотировался. Ну, вообще, этимология барон устанавливается как барон, как мужчина, возможно, просто, возможно, связана с русским «балярин». Ну, это, скажем, это… Да, это этимология… Значение слуга лично я не видел, потому что я работаю с источниками вот XI века, там этого значения я не прослеживаю. Может быть, раньше? Да, раньше, да, конечно. Но вот в данном случае, если мы возвращаемся к термам, можно ли сказать, что в данном случае в результате произошедшего завоевания, в общем-то, изменения, да, вот этой структуры и собственности и так далее, появляется действительно большой, ну, я просто вот так, техническими терминами, и всяких привязанных марксистскими терминами, появляется большой класс людей, чьё действительно право, да, чьё действительно положение, оно не очень-то понятно, не с точки зрения законов, но существует большое количество традиций, по которым эти люди живут. И в данном случае терминами попытались назвать тех, кто не укладывается в какие-либо законодательные традиции. Вот, например, почему вы, как вы, прокомментируете вот это, в данный момент, только лишь есть термин короля? Нет. Нет, да, это вот очевидно по источникам. Но могут быть тены, скажем, свободные вообще? В каком смысле свободные? Вы имеете в виду тен как титул? Нет, не как титул, а как человек, который, собственно говоря, не находится, скажем, в сенереальном причине. Ну, дело в том, что, на мой взгляд, окончательный ответ на этот вопрос, как я и два года назад говорил, должна дать книгу «Страшного суда». Я могу доложить, что с тех пор я приобрел себе печатное издание, я его отсканировал и занимаюсь его оцифровкой, потому что вы понимаете, что искать слово «тен» вот в таком фолианте на рисовой бумаге, напечатанной бисерным шрифтом, это, ну, методология 19 века в лучшем случае. И когда полностью будет оцифрован текст, можно будет просто провести поиск и посмотреть, как встречается это слово. То есть, не текстуально. Конечно, потому что проблема со словом «тен» в том, что мы его значение можем реконструировать двумя путями, ну, да, двумя путями. Или, может быть, двумя с половиной. Во-первых, этимология, но с этимологией там все не очень понятно. Ну, скажем так, на эту тему у меня есть наработка с одним голландско-датским автором, но это в суе. Во-вторых, у нас есть такая вещь, как переводы. То есть, у нас есть латинские глоссарии, где слово «тен», как правило, им переводят либо министр, либо еще какие-то слова, обозначающие именно службу. Потому что, как, опять же, мы установили, вернее, коллегу установил, а не я, я просто обратил на это внимание. Видимо, слово «тен» с самого начала было связано с глаголом, который реконструируется как «сэгян», как спрашивать, изначально протягивает руку. Тот, кто протягивает руку, он и просит, и получает. Поэтому очевидно, что носители древнеанглийского так поняли, как можно перевести слово «министр» или подобное. И третий вариант, или второй с половиной, это, собственно, контекст. В каких контекстах встречается это слово? Но дело в том, что с книгой «Страшного суда» проблема в том, что она написана романцами. И она написана через 20 лет после завоевания. Слово «тен», безусловно, жило, но оно и сейчас живет. Ну, оно сейчас уже как архаизм, конечно, в основном шотландский, но оно никуда не уходило. Вопрос в том, как его применяли. Просто в качестве, так сказать, иллюстрации, есть, совершенно поразивший меня случай, у нас есть несколько, ну, несколько десятков древнеанглийских завещаний, чудом сохранившихся. Сколько их было на самом деле, никто не знает. Поскольку они писались на древнеанглийском, нормандцам было бы совершенно неинтересно их сохранять. Этот человек составил завещание где-то в 1055 году, если я не ошибаюсь, он датируется по епископатам. И он отправился в паломничество, в Рим. И в своем завещании он указал как раз Херриот, который он должен уплатить своему лорду. Его лордом выступает архиепископ Стигант, архиепископ Кентербери. И в книге «Страшного суда» за этим человеком зафиксированы ровно те поместья, которые он завещал в своем завещании, он там распоряжался ими. Ну, с одной стороны, это говорит о том, что авторы, ну, составители допускали интерполяции, они собирали информацию через 20 лет после как бы события. То есть там, видимо, кто-то вспомнил, что когда-то был такой человек. А сам он уже в 1066 году не жил. Но важно, что, по-моему, там у него упоминаются три маннера, и они в книге, они в описи книги «Страшного суда» разведены. То есть они просто текстуально находятся в разных местах. Так вот в одном месте этот человек назван Теном, архиепископ Стигант, а в другом не назван. И вот, и что, как бы, какой вывод мы из этого должны сделать? А выводов можно сделать много, на самом деле. Например, что авторам книги «Страшного суда» это, в принципе, было релевантно. Или, например, что надо просто конкретно посмотреть, если они находились, скажем, в разных сотнях, то просто, скажем, присяжные, которые подавали информацию, в одном случае могли вспомнить, что он был Теном, а в другом могли не вспомнить. Потому что это все исключительно устная традиция. А может быть, дело было в том, что в одном случае он держал эти земли от Стиганда, а в другом он, например, их получался как-то сам. То есть это, на самом деле, очень сложная структура. Но если так очень огрублять, вот по моим представлениям, как я сейчас понимаю, в принципе, Теном можно было стать, вернее, не стать, а родиться. Если у вас родители были Теном в пятом поколении, которые служили королям, вы можете от них унаследовать, например, тот же Бакленд. Бакленд тем прекрасен, что он не подчиняется общему переделу в семье. Его вам могут завещать. И вы, соответственно, являетесь Теном по рождению, а не по службе. Вы вроде бы должны иметь права, которые зафиксированы в законах, но при этом вы не служите королю. И в таком случае вы можете совершить кандидацию, простите, кандидацию, ну понятно, кто о чем. Вы можете совершить коммендацию к тому же Стиганду. Потому что про этого человека мы не знаем, кто его родители. Мы не знаем, почему он называется Теном. Он называется Теном то, что ему служат? Или он называется Теном потому, что у него там дедушка был Теном? И вообще функционировало ли это слово как титул? Потому что слово барон как титул явно не функционировало. Это позже произошло, да, это уже там высокое средневековье, когда барон оформляется именно как титул. Я не знаю, получилось такой длинный комментарий, я ответил на ваш вопрос. Да, смотрите, я очень интересный, спасибо. Коллеги, я просто бы давно здесь не с вами, чем работал. Ну да. На эту тему беседы у нас, мы боимся просто то, что мы выпадем, а это делать в коем случае нельзя, потому что сходными сюжетами я занимаюсь на своем, который у нас уже не работает, а это очень часто, и все очень удобно. Есть еще вопросы? Да. Какое определение в Баллосаксонском, в Нормандском у терминов-процерос? Я просто поправку и помню, что у Протероса это самые-самые влиятельные люди, самые приближённые к королю, связанные с королем, связанные с ханое-ханое издать, Да, спасибо. Это очень хороший вопрос, потому что, если отвечать на него совсем коротко, а не так, как я отвечал на предыдущий вопрос, то, видимо, это сильно зависит от автора. Потому что, например, в той же книге Ильи, я не стал уже об этом упоминать, но потому что это совсем вывело на другую сторону, например, есть такое, слово Proceres вообще-то используется там всего несколько раз. Издание, полное издание книги Ильи 62-го года есть в интернете, можно с ним бесплатно ознакомиться, оно в PDF-формате, оно распознано хорошо, поэтому там можно искать. Слово Proceres там встречается, по-моему, раза два или три. Так вот, в одном, опять же, это конец 12-го века. То есть, если даже в англо-саксонской Англии кого-то называли Proceres, то, скорее всего, тот, кого так называли, об этом не знал. Ну, потому что, как говорится, он неграмотный, скорее всего, или, по крайней мере, не говорит на латыни. Как бы то ни было, так вот, там эпизод, о котором я упомянул, это знаменитое восстание в Йоркшире против Эрла Тости, брата Харальда Годвина в 65-м году. В англо-саксонской хронике сказано, это рукопись D и рукопись E, то есть это северная редакция и, ну, неважно, да, не во всех это есть рукописях, что восстали все ТН Йорка или Йоркшира. А вот книга Или добавляет, что еще там было три человека, то есть его Proceres, против которых тоже вот люди восстали, их как раз убили. И вот мы встаем перед вопросом, да, то есть получается, что Эрл, который там называется Комес, он, получается, как бы выше, а Proceres, они его, там, допустим, люди, которые либо совершали им рекомендацию, либо местные магнаты, потому что Йоркшир, он вообще очень-очень не подчиняется королевской власти, он себе на уме. А, например, в других источниках, в том же Квадропортитус, о котором я упоминал, там в прологе есть такая фраза, не надо воспринимать всерьез, потому что все то, что там написано, надо воспринимать очень-очень большим скепсисом о том, что вот эти законы были, по-моему, это Квадропортитус, или это консилюация Кнутия, ну, не суть, один из этих памятников, они все примерно одного времени, да, но разные авторы, очень разные авторы, причем это видно просто по их стилю. Так там сказано, что, например, король собрался вместе со своими Proceres и принял эти законы. То есть, понятно, что он имел в виду. Он на самом деле имел в виду кальку с английского, король и его витаны, то есть его приближенные. В него входят, то есть мы знаем этих витанов по спискам свидетелей в грамотах, туда входят епископы, архиепископы, это линги, то есть члены корольской семьи, да, сыновья, братья, а дальше идут Элдерманы или Эрлы. Вот они входят в эти Proceres или не входят? То есть, насколько я понимаю, это исключительно от автора зависит. Там Генри Хантингдонский будет писать так, Уильям Эльсберришки будет писать по-другому, потому что, как я показал в тех же указах Вильгельма, это совершенно неисчерпывающий список. Этих людей могут назвать как угодно, оптиматас, какие-нибудь там, мелиорос, что-нибудь в этом духе. Мне кажется, тут есть противоречие, если воспринимать этот Proceres как не какой-то статус, а именно как, ну, не какой-то статус, так сказать, сам себе, а как статус исключительно прикрепления к какому-то там родителю. То есть, грамот у него Proceres, то есть, его приблизенные, те, которые влияют на него, те, на которых влияют тот. То же самое, сказали, у вас на конкретные. Ну, почему нет? Хорошая версия. Просто я, пафос моего восстания, был против насильного прочтения источника. Да, в источнике ничего не сказано о том, чтобы эти Proceres были как-то вот именно юридически выделены и тому подобное. Между прочим, просто, чтобы уже закончить, да, во-первых, мы точно знаем, что эта элита, это высшая элита объективно существовала по грамотам. Вот я вчера сказал, что Света Яцек съела собаку на святых, а я съел собаку на английских грамотах. Да, списки свидетелей, это абсолютно неисчерпаемый источник. Так вот, мы видим уже с 960-х годов, как там последовательно меняются люди при дворе. У них партии какие-то образуются, да, они последовательно, там, они меняются в списках, да, они там, соответственно, поднимаются, повышаются, потом кто-то получает должность элдермена и так далее. То есть эти люди есть, да, и вот, наверное, они называются Proceres, если они называются в каких-то латинских источниках, просто уж совсем, чтобы довершить эту тему, Саймон Кейнс обратил внимание, что в чине венчания короля Эдвера, если я не ошибаюсь, или, нет-нет-нет, я вас обманываю, это источник времен Нотельреда, то есть это конец X века или начало XI. Как раз описание, по-моему, то ли коронации, то ли какого-то такого мероприятия на латыни составлено. Так вот, там, например, есть, видимо, последовательное развлечение слов «оптиматес» и слова «нобелес». Потому что «оптиматес» стоит ближе к королю, и они присутствуют при церемонии, что называется, вот, «at hand». А «нобелес», они стоят в соборе, да, но они отделены. То есть, ну вот, то есть, мог ли автор заменить это слово «оптиматес» на Proceres? Мог, но не заменил. Вот у него был такой выбор. А так, я согласен, да, это просто одно из слов. Не надо в них вычитывать того, чего там нет. Спасибо большое. Да. Еще какие-то суждения, вопросы? Я думаю, я уже утомил. Нет, то все наоборот очень грязно. Спасибо большое. Вам спасибо. Да. Спасибо. 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 Спасибо.